привет с вами андрей у нас нет хак собственно в данный момент мы находимся на 43 этаже генома наш персонаж 17 уровень мужчина человек турист божество леди нейтральное вероисповедание у нас эффект полной луны присутствует это бонус к удаче у нас 179 хп 80 единиц энергии армор класс минус 36 в данном выпуске я хотел вообще поднять армор класс еще немножко ну и по возможности исследовать дальше геном собственно по статам у нас все статы 18 кроме силы сил у нас 18 дробь 93 максимальное значение 1899 будет мы перегружены из-за этого замедлены у нас экипирована саблям и продвинутый уровень владения саблями из команду иншант он через шутку прописывается собственно мы смотрим что у нас вообще и навыки присутствует у нас даггеры на уровне эксперт топоры и короткие мечи базовые продвинутые это у нас сабли и собственно дротики остальное у нас пока не открыто вот по магии магия у нас в принципе достаточно много но мы и не пользуемся надпись гоны это говорит о том что заклинание забыто вам нужно перечитать книгу для того чтобы для того чтобы это заклинание вы смогли вспомнить что касаемо последние строчки также когда вы кастуете заклинание очень важно шанс фейла то есть вот это вот получается раз два три весь считать слева направо четвертая строчка потому что если шанс фейла будет высокий например 100 процентов вы кастуете заклинание не сможете если шанс фейла будет низкий кобрю 82 но это достаточно высокий шанс фейла но вы кастовать также не сможете что касаемо последний ретенциум собственно это так называемая забывчивость то есть через сколько вы примерно а сколько у вас осталось плюс минус ходов для того чтобы когда вы забудете это заклинание ну вот собственно у нас на разных заклинаниях разное количество ходов но как вы видите шанс фейла 80 процентов чтобы увеличить получается уменьшить шанс фейла вам нужно снять себя металлическое снаряжение полностью есть и исключения то есть есть гладкие например щиты они будут более эффективны либо таки шлема они будут более эффективны в касте а так в основном снимаете все металлическое снаряжение одеваете мантию и у вас шанс фейла понижается в разы вот так же собственно я хотел в данный момент благословить себе снаряжение я перед выпуском вместе с вами смотрел его вот я хотел бы благословить написать вместе с вами свиток улучшение брони написать свиток разрушения брони собственно вот и благословить собственно ботинки так это спидбутс и снять получается прожженность наших рукавичек которые у нас она максимальная на плюс 3 прожженность у него ну она дает минус 2 защиты чтобы в целом у нас в данный момент у нас армор класс 36 я надеюсь что в концу выпуска он будет около 40 со знаком минус если все если все получится также у нас присутствует трубка катриса самый опасный моб который вообще присутствует он ваш возможно моментально убить если вы с ним будете взаимодействию без перчаток если вы споткнетесь упадете вы скорее всего проиграете потом особенно если вы будете держать его в руках потому что вы вы просто окаменеете причине в статуе не лечатся есть только спасение жизни вас спасет но амулет имеется ввиду палочка отмены ну давайте собственно приступим для этого вытаскиваем собственные нашу бак холдинг был соленой версии так называемая сумка хранения вытаскиваем нам нужно вытащить маркер и свитки если есть проклятые свитки хорошо если нет это отвратительно у нас проклятых свитков нет у нас чисто бумага вся непроклятая давайте и поднимем нашу непроклятую бумагу также нам понадобится так называемый холи ватар и анхоли ватар тоже вот эти два понадобятся нам собственно подняли а также нам понадобится маркер маркер для того чтобы написать заклинание маркер у нас лежит в туз собственно достаем вот собственно теперь можем писать собственно чтобы написать вам нужно через команду apple взаимодействует с маркером берете чистую бумагу и пишем нам нужно один свиток это дестрой армор давайте напишем он как-то не так пишется давайте я вместе с вами посмотрю как он правильно пишется сейчас две минутки я уточню как правильно она пишется запихну это все в переводчик для того чтобы так ясно теперь пробуем еще раз собственно маркер свиток есть буковку r забыл написать то есть правильно свит пишется она через буковку r собственно где строй армор а собственно нажимаем ok нам написали его в непроклятым он неэффективен теперь второй свиток пишем с помощью магического маркера разумеется ток току тут нам нужно иншант армор собственно вот написали его окей теперь у нас есть два свитка теперь нам не понадобится больше маркер нет нам он понадобится да нам нужно еще один нам нужен еще один свиток да нам нужен еще один свиток иншант армор для того чтобы улучшить свою броню поэтому прописываем его еще раз для этого просто нажимаем ok он нам его написал собственно маркер практически закончился давайте его берем чтобы узнать количество единиц которые необходимы для для свитков ну то есть у меня есть отдельный ролик я могу в принципе часы табличку подготовил для себя для того чтобы но я правда изначально я подсчитал но я щас вам и покажу чтобы вы имели представлением возможно кто-то и не видел вот собственно это сборы на чернила на маркер собственно вот они это книги заклинания вот это вот свитки вот возвращаемся собственно я это убрал теперь наша задача через команду дип проклясть свиток destroyed armor через команду дип проклинаем через с помощью холи ватар мы его прокляли теперь убираем убираем нашу холи ватар для того чтобы она нам не мешала он холи ватар так называемую святую воду которая у нас присутствует нам наш значит дропнуть дропаем из свиток того чтобы получить один благословленный свиток и почему именно один я щас объясню мы будем благословлять именно ботинки скорости свитки благословленные shant armor а зачаровывать броню на 1 3 коэффициентом то есть вам может повезти она зачарует там чуть практически до максимума может не повезти и она чарует поэтому а я хочу также рукавички зачаровать а рукавички они если 13 это будет 6 а если будет 6 соответственно рукавички уничтожатся поэтому мы не будем рисковать мы просто сделаем одну но более эффективно тем самым у нас так вот получится мы дропнули только что один свиток теперь через команду дип таким же образом команды прописываются через решетку мы прожимаем как говорится эншант армор и благословляем его теперь убираем собственно святую воду убираем и чистые свитки то чтобы они нам не мешались а теперь наша задача вместе с вами ну самое простое это просто сейчас взять снять себя все через команду а так называемый так of выбираем армор выбираем все все полностью все типы снаряжения кроме нужного нам нужно чтобы у нас именно ботинки остались убеждаемся в том что у нас остались именно ботинки ботинки у нас остались и читаем свиток эншант армор у нас она плюс 1 зачаровалась это отвратительно ну ладно не суть важно давайте в этом убедимся да на плюс один но не повезло нам в этом вопросе но я в принципе на столько и надеюсь у меня хоть минимум на плюс один а там уж как пойдет собственно сняли ботинки теперь наша задача вместе с вами одеть свои прожженные перчатки мы убеждаемся в том что мы одели прожженные перчатки собственно максимально прожженные у нас присутствует свиток destroyed armor нам нужно получить конфузию для того чтобы прочитать этот свиток чтобы получить конфузию нужно найти заклинание желательно первого уровня можно и не первого можно и выше но 1 просто она быстрее будет читаться вот например кафу конфуз монстр читаем это заклинание мы получили стан стан мы не сможем читать блять какой ты не вовремя чтобы вы понимали что происходит этот несчастный голем нарисовался рядом с нами из-за этого мы не можем нам нужно сначала убить этого голема а только потом уже заканчивать собственно мы убили голем и можем продолжать то же самое снимаем себя все кроме рук собственно рукавичек убеждаемся в том что все снялось ловим еще раз конфузию получили конфузию отлично нажимаем кнопочку r red читаем свиток собственно мы прочитали свиток теперь возвращаем все на себя для этого сначала гавайская рубашка одевается потом одеваются доспехи потом одевается плащ потом одевается щит одеваются ботинки одевается эльфийский шлем собственно мы накинули их обратите внимание у нас не сработало почему-то у нас почему-то не сработало очень странно а почему у то не сработало у нас снятие защиты не сработало давайте тогда иншант еще сделаем не знаю мне кажется дело не ван шанти давайте еще раз а у нас прокляты уже не получится сделать да тогда только иншант ну а собственно иншант он по под нами лежит давайте вопрос поднимем снимем себя еще раз все что-то я не понял я просто не понял почему не получилось у меня вроде всегда получалось что-то видимо не так либо игра посчитала его давайте еще раз попробуем получили стан получили конфузию убедились в том что у нас одет именно то что нам нужно прочитали да все правильно получилось а у нас собственно теперь нам надо еще раз написать лучше 2 потратим как говорится полностью маркер для того чтобы нам маркер уже больше не мешался получится у нас не получится получится не получится сейчас посмотрим так получается маркер у нас 28 смотрим сколько у нас он потратил 15 ну собственно я думаю нам хватит пробуем еще раз последний раз у нас закончится маркер полностью когда маркер в нуле вы не сможете написать поэтому можете даже не пытаться собственно мы смогли написать маркер можно у нас даже 7 зарядов осталось как вариант что нибудь еще можно будет написать но пока нам это не нужно а что конкретно мы могли бы написать спросите вы сейчас я вам покажу еще раз табличку собственно у нас 7 зарядов то есть мы могли бы написать амнезию землю огонь обнаружение золото обнаружение еды и свет также магическое картографирование мы могли бы написать то есть за до 7 единиц у нас идет сбор у нас присутствует два давайте улучшим их через команду red команды прописываются через решетку рукавицы завибрировали тем самым их больше нельзя улучшать точнее нежелательно собственно мы улучшили то что хотели жалко у нас конечно не получилось благословление не прокнуло но фиг бы с ним как говорится одеваем все остальное снаряжение через команду вверх все команды опять же прописывать через решетку если вы не знаете какая команда вам нужна вы просто нажимаете собственно 40 вы просто нажимаете знак вопросы лист команд и вам список команд предоставляет сама игра как и описание но собственно в рук давайте по-быстрому убьем мы их по-быстрому убили собственно это деревянный это окси горя гавайская рубашка еще одна как вариант можно съесть варга варгов кушать можно а важно когда вы будете кушать кого-либо убедитесь в том что вы не сыты и есть что у вас есть сопротивление к яду также не стоит есть нежить потому что вы если сидите нежить вы скорее всего у нас эти трубка кадриса испортился окончательно ладно давайте посмотрим следующий этаж быстренько собственно зашли посмотрели видим то что здесь какой-то еще демон стоит или крота айтпит это огненная кракен кс игоря присутствует там присутствует вода значит против борьба против кракенов она я все удивлю шум там нарисовался я вроде всех всех водных убивала почему-то кракен нарисовался она в принципе неважно забираем по ушам она в принципе неважно почему неважно давайте снимем себя блин через рок янарога чтобы убить кракена и при этом выжить наша задача одеть на себя амулет волшебного дыхания а что вы понимали что если кракен представляет я сейчас вам его на стеноскоп проведу но это что которое вас опутывает то есть и она у вас может утащить в воду поэтому кракен и очень опасен в этом вопросе собственно три процион для ваших питомцев blue dragon он бьет собственно электричеством давайте переоденем амулет от волшебного дыхания до спасения жизни для того чтобы на случай гибели наш персонаж мог встать на месте гибели собственно левил телепорт но на нас он не сработал это был червячок у него всегда дропается зуб и его собственно трупик это у нас барлак давайте его раскопаем через команду опле взаимодействием с киркой либо просто это пинаем местности если она пинается давайте убьем барлака сначала собственно еще какой-то конь это обычная лошадь ничем не примечательным барлак он в большинстве случаев с оружием то есть у него один и тот же собственно труп тут удобно сделано то что можно ходить по диагонали нас преследует лошадь который почему-то стала агрессивная это все говоря один из самых опасных драконов если вы хотите на кону превратиться вот превращайтесь вот в этого в black dragon это один из самых сильных драконов от него конечно можно защититься получается отражением но если у вас нет отражения а этот дракон у вас скорее всего убьет потому что он очень сильный вам очень больно против него будет стоять драться у него получается почему сильный потому что у него лучи дезинтеграции лучи дезинтеграции вам просто такую грязь сделать собственно этот роль олак хай тролль после смерти оставляет свой трупик по возможности трупика законсервировать и либо съесть либо отправить вашим питомцам для того чтобы собственно они съели потому что тролль имеет свойство реинкарнироваться то есть вы будете тупо до позеленения бить тролля пока самому троллю не надо из вставать поэтому я рекомендую его сразу законсервировать потратить один набор консервирования и тупо за не набор а заряд набора консервирования для того чтобы просто тролль вас больше не беспокоил раскопали местность двигаемся дальше смотрим еще один давайте посмотрим у нас а это silver да silver одет отлично дракон как крыса убежал но они все такие мобы на самом деле все жалкие они когда чувствуют очень сильную опасность они от вас сваливают а то чтобы восстановить свои силы и потом попытаться приползти к вам и отпинать вас на самом деле это очень жалкая тактика давайте посмотрим что это за синий кружочек буковка а это капитан кому капитан это собственно мы уже с ними дрались ничем особо не примечательно единственное они если вы где-то рядом трупы как адреса они могут вас кидать потому что капитаны как и всем сержанты на подобные моды носят перчатки мы провалились на следующий уровень кстати говоря очень странно к вам и провалились класс мы провались на 45 уровень и не еще не исследовал 44 я уже провалился на 45 ладно неважно бывает и такое на самом деле очень неудобно когда проваливаешься собственно это так называемая это статуя и статуя же вас вас а статуя красного дракона красный дракон вас бил бы огнем если вас нет сопротивления к огню у вас бы скорее всего палочка создания монстра стоит забрать с собой для того чтобы ваши враги просто ее не использовали а потом если у вас какой-нибудь сундук присутствует просто все эти палочки свитки креат монстра просто туда сложить для того чтобы они вам они не нужны а на высоких уровнях вам и так мобу хватает лишние как говорится мобы вам не нужны легкий плащ нам также не нужен убили тролля можно попытаться его еще раз забить либо его попытаться но я надеюсь что он не встанет минотавр минотавр кстати говоря очень сильно бьющее существо обратите внимание у нас защита 40 но он нас пробивает то есть это о чем-то говорит это огненная ловушка была и собственно дорога обратно на предыдущий уровень на которой мы еще не закончили собственно вода так момент вот нужно Продолжение следует... 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 собственно этот невидимый stalker ничем не примечательный особо но его можно также есть он а его можно есть он даст вам невидимость неким шансом футурацион давайте поднимем опять же некоторое количество золота золото мы на выходе когда будем выходить отдадим своему священнику для того чтобы получить от него защиту коэффициент считается от вашего уровня и умножается на 400 взаимодействие со священником идет через команду чат то есть вы то есть привожу пример собственно у нас в данном 17 ург надо 17 умножить на 400 это будет где-то 6 800 золото нужно священнику для получения защиты что касаемо защиты которую вы получите там может быть рандомное число но в большинстве случаев она будет минимально то есть особо намного рассчитывать не стоит но защита будет с вами постоянно поэтому очень важно ее получить у священника и то есть это она будет не так как божественная защита она не будет зависеть от вашей от вашего снаряжения то есть вы можете не голышом ходить и ваша защита будет ее держать удар как вариант это можно было бы в теории так прохождение сделать чисто на божественной защите но для этого нужно найти священника но в большинстве случаев помимо того чтобы найти священника вам нужно найти еще монет для этого священника поэтому игра нудистом конечно она интересная но на самом деле можно играть через приручение даже тем же тем же нудистом например еще некоторое количество золота очень много копательных у меня процедур из-за этого на самом деле я думаю просто воду сейчас за меняем руку местами одеваем серебряную саблю но железный голем на нас на это напал ну по понятным причинам он ничем особо не примечательный давайте продолжим дальше копать давайте наверное вместе с вами просто сейчас получается забьем эту местность того чтобы она тут скорее всего будет присутствовать выход имеется ввиду дверка поэтому просто воду задвигаем вот этим кирпичом и просто открываем здесь если она не открывается просто раскапываем собственно вампир бат один из самых опасных мобов которые вообще присутствуют в игре поэтому вампиров нужно убивать первую очередь почему они опасны потому что они высасывают вашу ваш уровень тем самым у вас меньше уровня ну то есть и вы слабее по статам то есть ваше здоровье ниже ваши характеристики ниже ваши магические потенциал ниже и так далее поэтому они вот эти вот так называемые сосатели очень опасны невидимый черный свет собственно мы его убили давайте посмотрим кто это к нам ползет вампус ну я не думаю что он особо сильно стран страшный самые страшные мобы ждут нас дальше но не в этом выпуске разумеется они нас ждут просто дальше это будет один из самых страшных мобов конечно наш это волшебник эндора потом жрецы малоха который в само своем святилище также на астральном плане присутствует большое количество големов нарисовалась давайте их убьем собственно про после них очень много предметов красный дракон который большие случаев вот видите он по ушин скорости носит с собой свиток телепортации но свиток телепортации на минуту по ушин скорость еще куда не шел наконец еще мы его смоем но в принципе на свиток можно ту же самую сделать поэтому я думаю уберем пока все свиток пока тоже в принципе не самый вредный вредный свиток скажем так поэтому берем его пускай лежит исследуем дальше этаж в частности очень много копаем для того чтобы быстрее исследовать просто чтобы не пропустить ничего лишнего и максимально залутать приметы как например те же зелья свитки это есть не ошибаясь огненный она дружелюбный огненный элементарную для нас он не актуален потому что он дружелюбный собственно мы исследовали основа центральная часть давайте посмотрим тут пусто а собственно можно будет двигаться дальше магический портал собственно это дорога вниз так называемая то есть вы когда будете прыгать сквозь магический портал вы рано или поздно допрыгаете до волшебника но мы чуть позже пойдем мы еще не весь данж открыли поэтому нам нужно будет на 45 уровне вот мы здесь вот еще исследовали посмотрим что у нас здесь кстати тролль опять встал вот поэтому я думаю мы закончим пока на 44 45 будем в следующем выпуске исследовать всем спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр